Знаменные группы, поднятие флага и гимн. Все это не в новинку для 53-й школы, так как в учреждении есть и правоохранительные классы. И все же теперь в школе, как и во всех школах страны, каждая учебная неделя будет начинаться с поднятия государственного флага с исполнением гимна. А церемония спуска в конце рабочей недели. Все это доверит школьникам, которые имеют достижения в учебе, спорте, а также дети, которые наоборот требуют внимания, так сказать, для перевоспитания. Конечно, как руководитель я понимаю, что всех детей собрать на церемонию поднятия государственного флага практически невозможно. Но, думаю, здесь тоже есть решение данной проблемы и связано оно с тем, что в век цифровых технологий можно организовать прямые трансляции в классных кабинетах, когда ребята тоже будут сопричастны к этой процедуре. На следующей неделе здесь установят 9-метровый флагшток. Само мероприятие во всех школах будет проходить по единому стандарту. Кстати, в комитете по образованию Барнаула пояснили, в дожди и в мороз никто не будет заставлять детей выходить на улицу. Флагштоки установлены на территории образовательной организации, то есть подъем будет в летний, весенний сезон на улице, организован на территории школы, в более прохладную погоду, зимой, осенью, в здании школы. И еще одна новая традиция. С 1 сентября в школах откроются центры детских инициатив по типу пионерских комнат. Здесь школьники смогут участвовать не только в жизни школы, но и в жизни города. Вот это общение живое позволит разрабатывать различные проекты интеллектуальные, творческие, позволит им встречаться с лучшими представителями родительской общественности, вообще с общественностью, с почетными жителями города Барнаула. Но главное, чтобы в некоторых школах этот патриотизм не скатился в формализм, ведь все эти новшества нужны не для галочки, а для воспитания подростков. Ирина Корчагина, Александр Антропов, День с толком.